Итак, здравствуйте дорогие друзья, сегодня у нас вторник, 28 апреля и давайте посмотрим на графики евро и фунта. Видим, что европейская валюта вчера попыталась укрепить свои позиции, отсутствие важной фундаментальной статистики, и такой хороший восходящий бывший пятничный импульс привел пару к достаточно крупному уровню сопротивления 0.8.56. Сумели мы пробиться назад под 0.8.35, ну и на текущий момент видим, что вернулись мы к минимуму вчерашнего дня, обращал внимание также на этот диапазон, это 0.8.16, и сейчас многое будет зависеть именно от этого уровня. Выступление Дональда Трампа, которое он состоял вчера, не сильно, так сказать, баламутило рынки. В целом он говорил о том, что идет на спад пандемия коронавируса, но официальные данные показывают совсем другое, что число заболевших в США подошло практически к миллиону. Оживление экономики, может быть, уже в середине мая планируют открыться заводы, именно автомобилестроение, но в целом других каких-то позитивных сигналов нету, и мы видим, что спрос на американский доллар постепенно возвращается. Вряд ли я неоднократно отмечал, что бычий импульс по евро продолжится, ну и, конечно, будем смотреть сегодня на уровень 0.8.16. Если мы закрепляемся ниже этого диапазона, то, скорее всего, медведи быстро вернут пару на 0.7.87 и затем на 0.755 с обновлением 0.7.28. Это ближайшая цель на середину этой недели у продавцов. Если мы опять сформируем ложный пробой на 0.8.16, то отсюда может быть сформирован хороший бычий сигнал в продолжении текущей восходящей коррекции. И мы вернемся, опять же, повторно на тест 0.8.56 и пойдем уже на обновление 0.8.82 и 0.9.08. Поэтому так важно именно то, что будет происходить в районе 0.8.16. Из фундаментальных данных сегодня мы обратим внимание на баланс внешней торговли, на индикатор потребительской уверенности в США. Видим, что прогнозируется очень мощное сокращение. Если данные окажутся еще хуже прогнозов экономистов, вполне вероятно спрос на американский доллар вернется, так как все-таки отношение к риску пока очень и очень слабое. Что нас касается британского фунта. Здесь мы остаемся в боковом канале. Был уровень 24.19. 24.20 обращал внимание на него. Видим, что не сумели покупатели справиться с дальнейшим ростом и пробили его. И сейчас первым промежуточным уровнем поддержки является область 23.99. Если мы закрепляемся ниже на повторном тесте, закрепляемся ниже средних скользящих, то, по всей видимости, давление на фунт вернется и пойдем мы на обновление минимумов 23.48. И затем на 23.00 здесь покупки фунта сразу на отскок в коррекцию 30-40 пунктов. Если мы формируем ложный пробой, покупатели пытаются сохранить текущий бычий импульс, то, в целом, ложный пробой на 23.99 будет сигналом к покупкам. И, опять же, уже это возврат на 24.51. Прорыв этого диапазона с обновлением крупного сопротивления в области 25.12. Здесь можно уже продавать британский фунт сразу на отскок. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok